В новогодние каникулы никто не застрахован, скажем, от бытовых травм, простудных заболеваний, сопровождающихся высокой температурой, различного рода осложнений, пожаров, природных катаклизмов и дорожно-транспортных происшествий. В этом случае необходима помощь специалистов экстренных служб и медицинских работников, а кому-то в праздники необходимы услуги почтовых отделений. Именно поэтому, несмотря на новогодние и рождественские праздники, специалистам некоторых организаций предстоит находиться на службе. В первую очередь это относится к полицейским. В МВД России по городу Лагипасу предусмотрено выставление дополнительных нарядах в местах проведения новогодних елок и празднования мероприятий. Празднование Рождества Христова также будет происходить под контролем и сопровождением стражи порядка. Об оставленных бесхозных вещах и подозрительных предметах необходимо в круглосуточном режиме обращаться в дежурную часть МВД России по городу Лагипасу. Также хочу предупредить о фейерверках. При запуске фейерверков необходимо будет выпускать их на большом расстоянии от домов, так как были случаи, что данные фейерверки попадали в окна и повреждали. Но если трагедия все-таки произошла и, не дай бог, пожар, стоит вспомнить номера телефонов МЧС 101-112. К сожалению, зачастую именно зимой, в праздничные дни, отмечается рост количества возгораний и числа погибших в огне людей. Основная причина – понижение температуры воздуха и, как следствие, активная эксплуатация печей и мощных электронагревательных приборов. Свою роль в ухудшении статистики играет и чрезмерное употребление спиртосодержащих напитков. Но огнеборцы всегда на месте и готовы в любую минуту выехать на помощь пострадавшим. В этой связи ежегодно служба МЧС России переводится в режим работы повышенной готовности на круглосуточном режиме. Проводятся дополнительные профилактические мероприятия с гражданами, профилактические рейды, в том числе информирование граждан о требованиях пожарной безопасности. Основными причинами в новогодние праздники пожаров являются это неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил использования пиротехническими изделиями. К слову, несколько лет назад, в первые новогодние дни, на одном из частных предприятий случился пожар. Тогда в огне погибли три человека, в том числе женщина. Для огнеборца выезд на происшествие – дело нескольких минут. Вся необходимая техника всегда подготовлена, находится в исправном состоянии. В зависимости от объекта, на котором произошел пожар, пожарной охраной разрабатывается расписание выезда, которым предусмотрено количество единиц техники, которые выезжают на тот или иной объект, а также человек личного состава. А вот городская поликлиника в предстоящие продолжительные выходные сокращает часы работы. Однако двери медучреждения будут открыты для пациентов в определенные дни. Поликлиника в праздничные дни будет работать 3-го и 6-го. Часы работы поликлиники с 8 до 14.00. Для вас будут работать участковые терапевты, участковые педиатры, узкие специалисты, офтальмолог, лор-врач, травматолог, хирург. Забор анализов у нас будет проводиться с 8 до 10 – это анализы крови. Забор мазков тех, кто готовится на госпитализацию – с 8 до 9. Конечно, может случиться ситуация, когда помощь медицинского работника может понадобиться в те дни, когда поликлиника не работает. И тут есть варианты. Вы всегда можете позвонить на скорую помощь и вызвать бригаду скорой помощи и обратиться в приемно-диагностическое отделение. Приемно-диагностическое отделение скорой помощи работает круглосуточно. На новый режим работы в связи с новогодними каникулами переходит и Почта России. Так что горожанам не следует переживать из-за того, что им не удастся вовремя получить посылку, письмо или воспользоваться другими услугами учреждения. 31 декабря – укороченный день, на час меньше. 1, 2 и 7 января станут выходным. Что касается пенсий и пособий, их адреса там доставят по уже привычному графику. Алина Нущенко, Олег Басарыгин. Наши города.